Так, наверное, надо снизу вверх читать, да? Груши подверглены бактериозам, особенно ослабленные. У меня в саду привезённая саженца, из равной степени болеет. Приходится лечить, ухаживать. Говоришь на месте, здорово, по себе, заботы. Ну, Антон Сафронов, вы же теперь авторитет. Не только как компьютерщик высокого ранга. Вот. Это здорово. Я, кстати, нашёл вашу фотографию с видеокамерой. Наконец-то надо будет показать как-то народу вас. А то какой-то это, виртуальный получаетесь, Антон Валерьевич. Так, в общем, получается так, ваш опыт такой же. Привезённая болеет, выращенная на месте не болеет. Так, скажите, почему одна груша сидеть не растёт, а верхушки чернеют, а другая, что курица, это всё равно верхушке чернеют. Так, я могу, есть такое понятие, более вероятно, менее вероятно. Это как доктора спросить, почему живот болит. А один раз, по-моему, у Джерома Джерома есть такой шутливый пример, когда в энциклопедии медицинской посмотрел один товарищ, один господин, и нашёл себе все болезни, включая беременность. Вот, так и тут. Значит, надо, даже если вы мне пришлёте фотографию, я на неё посмотрю, вижу чёрные листья, это совершенно ничего не значит, что я смогу угадать. 90% вероятность, до 99, это закопана корневая шейка, второй, после неё идёт, если она привита, закопана, значит, гниёт, отсыхает сверху, гниёт внизу, отсыхает сверху. Второй, по степени важности идёт, биологическая несомиссивность неполная, и туда, или когда сращивают у вас руку, допустим, не дай бог, то есть кому-то, не вам, не вам, не вам, кому-то руку отрезало, сшивают каждый тончайший сосуд, чтобы кровь снова могла циркулировать. А прививки они такие, а 100% не бывает. Они вначале за счёт частичной, особенно если хороший срез, острый нож, там всё, вот, если у них уже совместимость до этого, помните, как я говорил, можно её добиться с помощью нескольких последовательных прививок, там уже проще. Вот, смотришь, мне не знакомо, например, что такое верхушки чернеют, учитывая вот эти обстоятельства, биологическая совместимость. А если не полная, часть срослась, часть не срослась, корни работают, а верхушка, ну как работает, должны работать, а пробиться не может туда кровь выше прививки. Ну вот, причём, скажем, годом интересный момент, да, как сложно. Одни деревья смиряются, вот тут действительно, как у Апсинского здорово получается, я те же термины. Одно дерево взяло, смирилось, и нормально плодоносит, и не борется с этим оккупантом, или как, с агрессором, который сверху на неё присподолили, вот, а другая нет. Глаз за годом идёт борьба, борьба, борьба. Помните, как это, скажем, привил паршивые плоды, паршивейшие. А второй год лучше, лучше, на третий год. И вот на третий год смотришь, идеально смирилось, срослись, снюхались, или как угодно. То есть термины литературные. Или наоборот, листья чернеют, скажем, годом хуже, хуже. Всё, борьба не окончилась. Наоборот, лейкоциты, есть такое, я ввёл понятие, садовые лейкоциты, они борются с агрессором, они уничтожают его, они, наверное, не пропускают туда сок, наоборот. Это агрессоры, потому что гены сверху отприводят, под боем норовят это самое, а их встречает баррикада, а на этой баррикаде пушки, эти самые, стоят. В общем, поняли образно. И поэтому, второе, я нажал палец, поняли, первое, это обязательно, вот стоит только чуть заглубить корнюю шейку. Не выносит груша, во многих отношениях она влаги боится больше, чем... Я всегда поражался, да. Вроде бы априкосы чуть раньше сгнивают корнюю шейку, в случае глубокого снега или неправильной посадки, даже раньше груш. Но, с другой стороны, проливные дожди, у меня на абрикосах так и ни одного листика не поражается. А на нескольких сордах груш к осени, смотришь, а-а-а, та самая. Вот, там дальше идёт десяток на имена, не могу запомнить их, болезни грибных. Вот, вот что бывает. Вот два назвал, заглубление корнюю шейки и неполно-белгическое совместивание. А что ещё должно мешать? Груша непривитая, она никогда, редко, когда добьёте, чтобы она была культурной, да ещё, чтобы не замёрзла. Значит, речь идёт о привитых. А привитые груши капризные. Вот и не растёт ни черта, это всё к тому же. Так, Тарстин говорит, интересно, где вы живёте? Фамилия не русская, имя не русская. Хотела бы услышать, что делать с волочками лица на стволах на корневых отводках ниже удачной прививки? Ошмигать или оставить? Нет, смотрите, оставить для последующих прививок, они уже будут портить дерево целым. Вы же сказали сами, удачная прививка, нормально развивается. Допустим, пришла осень, а там метр-полтора. Но эти побежки начинают появляться ещё весной. И до середины лета всё норовят это, вытянуться. Вот, их надо, как вы написали, ошмигивать. Можно отламывать, их можно аккуратно отрезать, замазывать. Смотря, если вы проворонили, они могут быть довольно длинные. Там уже целая рана, там уже надо аккуратно отрезать. Я бы отрезал, ошмигивал от подвоя. Вот, есть у меня такое двойное деревья, но это особый случай. Я хочу доказать, что они стали, оккультурились. Подвой их можно кушать. Части случаев доказал, части нет. Но для вас, просто эти самые волчки, как вы их назвали, вот. Нижеудачный прививок, ошмигивайте. Ну, поняли. Так, как осуществлять грамотно зимовку привитых саженцев в горшках? Ох, зачем же их зимой-то в горшках-то держать-то? В подвале два пути, высыхают или преют. Так, на открытом воздухе под навесом. А чем навес? Спасет от мороза? Нет. Корни замерзнут в этом же горшках. Вы видели, как зимует... Я, конечно, не готовил этот вопрос, но вы видели, как зимует... Кто видел фильмы, фотографии, кто все эти три десятка... Почти три десятка вебинаров смотрел, те видели, что да, в горшках, но закопанных землю. И зимует прямо на морозе. Вот. И если они не выдержат мороза, в закопанных горшках, в закопанных, за подлесо земли, тогда на черт они нужны. Пусть умирают. Вот. А тем более у вас зима теплая. Ну, открытый горшок нельзя оставлять. Вот так вот на свежем. Нельзя. Погреби опасны. Преют и мыши, и сохнет, потому что зимой поливать будет. Он все равно влагу... То есть все равно он испаряет влагу. Даже без листьев. Вот. Пусть зимует в горшках, закопанных за подлесо земли. Точка. Дошли слухи, что зола, черешни, канцерогены, страшилки, бред. Во-первых, деву столько черешни-то нашли, чтобы еще ее умудриться, золу с нее получить. Вот. Если одно, два, три дерева, выбросьте ее к чертой матери, на всякий случай. Вот. А потом золотиться черешни, это если вы боитесь страшилок, просто выбросьте ее. Обязательно, что ли, использовать. А если вы такое, как я, скажете, дерево... Черешни едим? Едим. Плоды едим, едим. Значит, зола не вредная. Точка. Так. Я бы не испугался, тем более дерево, оно само знает. Если бы дерево убить можно было бы, то да. Этой золой, допустим. Посыпал золой или там. Удобрил, оно взяло, умерло. Вот. А то получается... Все нормально. Про прививку с помощью дрели, это я вам ссылку писал. Это итальянский профессор. Вот именно я угадал, итальянец. Вот. Ну, еще раз говорю. Видео ходит по всей планете. Вот так же, как внушили нашей Дании, замечательной женщине, что дерево, если не скалечит, оно еще и погибнет. С чего бы оно бы показали нам, молодое, здоровое дерево? Да, перегруз выражаем. 200 килограмм. С ума сойти можно. Но дерево после этого что старается сделать? Отдохнуть. У вас, слово, нарастающие до 200 килограмм. А следующие, может, опять 100, а может, 50. А может, морозом. Знаете, как дерево отдыхает? У них какая-то связь виртуальная с небом. У меня пусть это сумасшедшее выражение, ну, когда, ну, все должно было погибнуть, когда абрикосы, такие выражаясь, сумасшедшие дали. И что на следующий год? Ничего нет. Все в порядке. Чуть-чуть. То есть, в 10 раз меньше. И ничего не случилось. Так. Минимум 20... Ух ты, Калашникова знает. Минимум 20-8 впрыска в наших производственных садах официальных формаций. Ну что? А, госпожа редактор. Я потом отдельно напишу вот это, включая вот этот разговор. Этот самый. В этот, в отдельный фильм. А напишу я, главное, это название. Примерно так. Открытое письмо. СМИ, которые учат убивать деревья. Примерно что-то в этом роде. Ну, надо же как-то остановить-то это все. Там вот этот профессор не виноват, чтобы 5 миллионов просмотров. Ну, найдется там у нас специалистов, ну, тысяча по всей стране, которые возьмут дрель. Ну, сделают 5 тысяч деревьев, там, угробят. Ну, и ничего страшного. Страшнее то, что это самое. Он же не навязывал нам, сибирикам, это все. Вот. Это мы можем еще в Капроне ходить, зарабатывая целлюлит. Только потому, что сегодня кажется, что красивые ноги в этих морозах, в чулках, с короткой юбкой, или там, как шубой, чуть ли не по пояс. Вот, это понятно. Эти драные, эти самые джинсы. Ну, это ясно, что откуда пришла мода на драные джинсы. От того, где преют у людей ноги, еще кое-что. С йоги же пришло это, на север. А тут, оказывается, неудобно на улицу выйти, не, 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 это, в холод, в этих, в целых джинсах и без дыр. Вот это самое страшное, это психология и людей касается, и деревьев касается. Ну, что, куда меня занесло, видели? Так, давайте на этом остановимся. Антон Валерьевич, просьба писать ссылку, утром посмотрю, что я наговорил. Попрошу вас там, назову минуты, откуда-докуда, сделать идеями фильм. Вот, и пошлю по всем этим СМИ, может, одумается, хотя вряд ли. Так, ну что, до свидания, друзья, спокойной ночи, заморачиваю сегодня голову. Вот, отдельное спасибо только Дане. Если бы не вы, я бы не смог этот фильм создать. Потому что просто, это, говорить одно за другим, одно за другим, уснуть можно. Может, сегодня не спали, не знаю, посмотрим. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Да, следующий вебинар состоится. Объясняю, почему. Народу все меньше. Я надеюсь, что то, что я говорю, когда-то будет сведено в отдельные материалы и будет изучаться в средних школах, чуть ли не в ясных. Но уже в университетах и институтах обязательно. Ни одного выпускника не выпустят, который умеет сады врачи. Они хоть отдают себя отчет, кого они готовят-то? А? Вот поэтому достанется еще 50-100 человек. Все равно буду талдычить. В надежде, что через 5-10-50 лет, ну, одумаются. До свидания, друзья. Спокойной ночи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.